Звёзды оплагивают Инстаграм. Инстаграм дышит наладом. Всего через несколько часов, 00.14 марта, Роскомнадзор заблокирует социальные сети. Инстаблогеров паника. Они лишатся не только аудитории, но и львиной доли заработков. Даже если установить пресловутые различные программы и по-прежнему пользоваться сетью, крупные рекламодатели на запрещенную площадку уже не пойдут. Между тем, даже звёздным шоу-бизнеса, чьи гонорары за корпоративы начисляются в миллионах, непыльные доходы за рекламу от соцсетей приносили треть, а то и половину прибыли. И вот, значит, сколько же потеряли с заработков? Ольга Бузова 55,3 миллиона рублей за 2021 год имела. У неё больше всего подписчиков 23 миллиона и рекламных интеграций, поэтому эксперты присудили ей почётное первое место по монетизации. Один пост у Бузовой стоил 350-800 тысяч рублей, Сторис 250 тысяч. И Оля перемотнулась в Телеграм, но у неё всего 506 тысяч подписчиков, которых она балует кадрами без фильтров. Ну да ладно. Анастасия Ивлева 35,3 миллиона рублей за 2021 год. Значит, у неё 19 миллионов подписчиков, рекламный пост от 800 до 1,4 миллиона рублей, Сторис 300-800 тысяч. Так, дальше. Полина Гагарина 26,4 миллиона за 2021 год. Далее. Собчак 17,2 миллиона за 2021 год. Даня Милохин 11,7 миллионов рублей за 2021 год. Так, Моргенштерн 10,8 миллионов за 2021 год. Короче, все они теряют, а больше всех теряет Бузова, поэтому она плачет. 55,3 миллиона рублей за год 2021 год. Так что вот так. Поэтому богатые тоже плачут, называется. Ну что делать? Теперь будут осваивать Телеграм-канал. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит у нас в стране. И как звёзды плачут, и о чём они плачут. Доходы уменьшились. Теперь Бузовой надо будет у всех отобрать квартиры, кому она дарила.